Хорошо. Ну как, души не попортили. Спасибо, Господи. Да, во славу Божию. Вот. И русские святые многое что сказали, но я нахожу, что самая важная фраза из Арафима Саровского. В Петербурге приехал. Я очень удивлен, потому что именно у русских он сказал. Одна единственная фраза, когда спрашивают смысл жизни, они говорят, ну быть примером для других. Одним там родить сыном, построить дом по соседей дерева. Он выразил это фразой, которая взята из Библии. Но она как бы из нескольких мест. Просто Игнатий Хилович, я хотел познакомить с ним. Вот эта фраза, то есть приобретение, жизнь в духе святом. Вот так все. И вот у меня сейчас осталось, что у короба ничего нет. Одна стала смартфона. Я до того счастливый человек. Вот я все время говорил проповеди. Каждое богослужение, две проповеди. У меня на сайте, там аудио, видео проповеди. Тысячу, столько проповедей. Проповедя 25-30 минут. И вдруг я внезапно нынче отрезаю, все, проповедями закончено. А вот отсюда почему, новое идет, я перехожу на другую ступень. В прошлом году за 119-13 дней я написал здесь 319 стихов. Это почти каждый день, почти по 300 стихов времени. Нынче зимой вдруг остановил, все, больше стихов не будет. Я вовремя успеваю отойти и дела свои сдать. Вот у меня себе модераторы там постоят на сайте, я его не касаюсь. На форумы у меня тоже поставлены, которые ведут, но я иногда нужен там, просто люди уже просят, чтобы выступили. Но на мейл.ру еще приходится самостоятельно уходить. Мое счастье в том, что я вовремя осознаю необходимость передать другим. Я не делаю то, что усыпился сейчас, до самой смерти ел, я подписал завещание на все абсолютно, что у меня есть. Книги там, где что было, друзья, все как-то вовремя отошло, у меня осталась одна молитва. Знаешь, я вам сказал про одно, что я молюсь о Горбачеве. Как-то. И ему было 80-летие недавно. И выставили песнопение, называется «Песня для Раисы». И он поет. Горбачев, вы не слышали? Слышали. Слышали? Да. Хорошо поет. Хорошо поет. Мало того, эти фотографии, это задушевно. И я встал на молитву сразу, помолился, и молитва идет легко. Я объявил собрание у себя, говорю, за Михаила Сергеевича молитва идет легко. Кто согласен молиться за него, чтобы душа его обратилась к Богу? У меня человек 10 нашлось помощников. Мы каждый день молимся за него, чтобы он обратился. Вы знаете, вот я бы что сказал бы, на всякий случай, маленькое, дешевое отражение, такое, как это сказать. Значит, на совести этого человека, грех огромный. Конечно, огромный. Этот человек по сей день, неся этот грех, сам не покаялся. Да мы об этом и просим. Одну секундочку. Что вы его работу берете на себя? Мне заповедано Богом. Апостол Павел говорит, за всех молитесь. За царей, за начальствующих. Я каждый день молюсь за Барака, за Медведева, за Путина, за всех, кого знаю. Сейчас Матвиенко, вчера второй день еще метелят. Ее председателем стоят от Федерации. Назначили? Она говорит, я подумаю. Но она будет. Ее подвинут в президенты вполне. Остановитесь. Вы вовремя остановитесь с этой Матвиенко и со всеми этими делами. Я понимаю, я оповещаю вас. Я никак не участвую. Я не пишу ни письма, ничего. Я единственное стою на молитве. Что такое молитва? Ну, есть такое слово намаз у действующих. Есть такое слово салат. Это не знаю. Это означает пятикратный намаз. Это не винегрет. Так вот, Давид, 118-й псалом, 164-й стих говорит так. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей, чтобы Бог все правильно делает. Семикратно. Ну, я решил, не считая утреннее, когда я встал, и вечернее, я должен не меньше семират в день встать на молитву. Можно вопрос? Я поясню сейчас. Что означает молитва? Это означает три святые. Три святые – это царю небесный, ну, что считается до начала, до Отче наш. И потом сто поклонов. Это десять поклонов Христу, Божией Матери, Ангелу-Хранителю, Иоанну Крестителю, Николаю Чудотворец. Дальше всем пророкам, небесным силам, мученикам, святителям и женам и девам. Сто. И вот это раз. И вот так вот я должен в день встать не меньше семи раз. Где бы я ни был, я останавливаюсь, там работал, у меня просто особое место. С детьми мы сразу на молитву. Вчера посмотрели фильм «Снайпер». Там много полезного. Ну, белорусский фильм, который они заканчивают, за ракетами там охватились. Очень хороший фильм. Мы сразу помолились. Я начинаю его показывать. Что тут можно взять для христианина? Не христианский фильм, но много полезного. МФ. Теперь вот так все-таки хотел довести вопрос до завершения. Женя далеко не отходи. Вы вышли сейчас в очень важной истине. Я понимаю ваши труды. Я понимаю вашу попытку что-то изменить не прямым, а косвенным путем. Нет, это самый прямой путь. Через Бога. Бог. Я обращаюсь, стою перед Ним. Стою, становлюсь иногда до 20 раз в день. Представьте себе. Проходит полчаса, сейчас я на молитве. У меня внутреннее побуждение. Я живу этим. Я взываю к Богу. Господи, обрати многострадальный русский народ. Пошли к нему добрых священников. Разрушь всякие ереси. Понимаю, понимаю. Но нельзя обратно исчезать. Туда, да, вы как антенна, да? Туда послали, но оттуда должно пойти куда-то. А это как было угодно? Да будет его воля. Будет стоять. И на земле, как на небе. А ну нет, нет, нет. Моя задача только взывать. Но ответ я должен принять. Вот представьте, я думаю, мне звонят с Канады утром, звонят помолиться. С Америки, с Испании, с Израиля. Я говорю, у вас что-то молиться некому? Нет, мы слышали вашу молитву, Бог отвечает. У нас ребенок единственный на операцию сердца. Я говорю, а вы чего ждете? Я помолюсь сейчас, и что? Он умрет сразу у вас. А почему? Потому что ребенок будет злой. От него будут страдать все люди. И он сегодня умрет на операционном столе. Мне Бог открыл это. Вы хотите, чтобы я помолился? Это родственница моя. Очень приятно. Очень хорошая. Так, Ира, подойди-ка сюда. Добрый день. Добрый. Я спрашивал сегодня через посыльную. Как насчет сухарей? Примешь в мешок? Да, можно, наверное. Так, вынеси быстренько. Как же мы сейчас увезем? Сейчас увезем. Только один наказательный, чтобы выше не понимали. В таком месте хранить. Я всю зиму старался. Я найду кому дать. Это дедника больше не передайте. Я сам сушил. Я в печку все переделал под сушилку. Очень любит дедника больше. Покупал хлеб и сушил. Покупал и сушил. Всю зиму. И сейчас раздаю. Посмотри, если, значит, понравится, посмотришь. Они очень хорошие. Белый хлеб такой. Я тебе завтра еще дам решу. Это надо съесть сначала. Это не на один день. Вы хорошо сделали, чтобы познакомились вот с этим человеком. Я-то специально приехал. Мы с Женей так до того, интересно, познакомились. День деревни был. А у нас положено, я не сказал вам, приезжайте, обязательно человек в деревне должен быть в поиске. Вот, смотрите. И вдруг выходит какой-то мужичок пузатенький, распоясанный. Я говорю, а кто это такой? А это фермер Долгов. А когда ночью мы ехали, там при Луне я увидел поле. Я говорю, а что это пшеница такая хорошая сейчас? А это фермер Долгов. У меня это все совместилось. А дальше уже я пригласил. Дальше у нас состоялась встреча. Интересно? Господь, как удивительность и делает. Я все-таки хочу доиграть до точки. Сигнал посла. Да, молитва. МФ. Да. Сигнал посла. Дошло. Дошло. До антенны. Нет молитвы, чтобы Бог не услышал. Услышал. А жить? Можем быть? Не должен быть. Отражение. Вечность откроет. Только вечность. Позвольте мне уже тут сказать. Когда семикратно в день будете молиться и скажешь, тогда мы будем разговаривать на равном. Это моя жизнь. 48 лет я прожил в этом накале, как вы сказали. Мы не в равных ситуациях. Нет, нет, нет. Другой. Вы в этом области. А я здесь прошел. За мной пять тюрем и лагерь смерти. И я нигде не изменил то, что однажды избрал. Ни разу не пошел на компромиссы. Ни перед кем не прогибался. Никому заискивающих в глаза не заглядывал. Я смотрел поверх. У меня книги все называются «Восветия Библии». Вот, допустим, я пишу стихотворение. Девять хипетов. Это 9 и 4, 36 строчек. И напротив каждой места Библии глава стиха откуда взята. Откуда взята. Я у немцев выступал в собрание на немецком языке, когда говорил. Вот в Америке был. Можно вам сказать по немецке? Да не надо. Теперь ничего не надо. Понимаете, это Бог делает. Я в Латвию приехал. Неполно в три месяца прошло, я по-латышски уже разговаривал. А они живут. А латуши никого не любят. Я говорю, сколько живешь? 15 лет и ничего не знают. А они меня готовы на руках носить. Я же чту их обычаи. Я же питаюсь с ними вместе. Живу их жизнью. Они видят, что они мне дороги. Нельзя требовать от другого отношения к себе, если у тебя его нет. Теперь относительно молитвы. Меня берут интервью. Спрашивают, ну а как вы смотрите, кто такие великие люди в 20-м столетии? Я считаю, для России две персоны. Это Александр Савис-Сложеницын и Горбачев. Я упал. Я упал. Я упал. Я упал. Женя, подержи, пожалуйста. Я закатился, может, Машин спрашивается. А почему Машин? Женицын соглашается. А Горбачев что? Он своими трехчасовыми говорильнями сумел обмануть 18 миллионов преступников-коммунистов и последнего похлопал и его отстолкнул. Генерал армии Вареников говорит, что за 2000 лет не было такого предательства, которое совершил жену. Совершенно, да. Вот в чем дело. Но он избранник. Его Бог поставил на это дело, чтобы разрушить эту конгломерацию. Сына. Значит, еще один вопрос. Вы прекрасно понимаете, что согласно законам природы, ну, мироздания, будем так называть, я немножко осторожный буду. Ну, есть законы. Есть три закона Ньютона, есть закон Архимеда, да, есть еще моральный закон. Ну, согласно этому закону, если человек подлечит, побивает, смердит, пенобит, мучает и так далее, идет некая дегенерация. Пословие, поколение, рода, племени и так далее. Значит, нормальный закон. По этому закону Россия от, например, первых Романовых докатилась до Николая Второго, слабого, ничтожного человека. Который, фактически, седого, ну, да, мы добавим этого, может быть, мученика, да. Ну, довел страну до, как говорят, старки. Он не должен быть царем. Он не должен. Да, Витте сказал... Он, если бы был Петр Первый, он бы не допустил. Конечно. Он бы этих февралистов... Он совершенно верно, он достал бы вот эту свою штучку и... Весь сверхского революции даже не... Конечно, не было. Слабый человек. Витте о нем говорил, индиферент-оптимист. Поним? Потому что ему было наплевать. Ну, немножко выпивал, немножко это делал, был безразличный человек. Уложил свою страну. Можно его считать святым. По жизни нет. По мученичеству. А? По мученичеству его. За то, что он раскреплен. Ну, какое-то мученичество. Если человек положил, там, я не знаю, миллион людей по своей глупости, а потом, в результате всего, он и лег, потому что ему и лечь не было. По мученичеству. А? По мученичеству. Ну, по мученичеству. А, да мы сразу в позиции говорим. Конечно. Я говорю с позиции христиан, чтобы Иуда пришел, покаялся, а Христов бы простил. Да, конечно. Нет ни одного греха, который не простил. Но Иуда никогда не покаяться. Вот в чем дело. Он покаялся, но только не там, где надо. Пришел бы тебя невинный, просто предал. Ну да. Теперь, кто я, пытается. Ну, Иуда еще не самый грязный случай, понимаете. А у Горбачева другой. Теперь, дальше, значит, приходит партноменклатура. Начали с идеи и так далее, спасение мира. Пришли до воровства. И, нет, Паша Горбачев, любимый. Он. А кто сказал, что он любимый? Ну, я так говорю. Он не трудит уже. Ну, не было ни одного дня любимого. Хорошо. Значит, человек, который я знаю, я в Кавказе. Потому что на Кавказе это был в советское время самый крупный запишник. Да? Который, конечно, пришел, потому что система шла на вырождение. Сама шла. И она выбрала этого человека. Не Господь выбрал, а система сама, законным образом, шла к концу. Значит, теперь, пришла к этому человеку, потому что вот такой гуттаперчевый, как говорят, вот такой глющийся, хитрый, подлинненький человечек, взятошный такой, с ног до головы, он должен был слетить туда. А раз уже пришел по логике Николая Второго, должен был это развалить. А что же мы его считаем достойным молитвы? Нет человека недостойным молитвы. Это другой вопрос. Вы заходите, все-таки помните, перед вами стоит христианин. Без всякого подмеса. Я знаю. Я прошу у Бога спасения вечной души. Все эти наши пертурбации на земле не ничто. Тогда хорошо, давайте мы не будем их выделять хоть. Понимаете, может быть, это какой-нибудь вот такой человек, который заблудший человек. Нет, это Бог выделяет. Пророка Данила считали? А? Пророка Данила. Я вам объясняю. Стоит пророк, ему вдруг показано, он в пленении был в это время, и показано море. И из моря он видит, выходит баран, овен с рогом. И он там царствует какое-то время. Нельзя не было не прийти, это персидский царь. Теперь, за ним следом выходит вдруг из моря козел. И он бросается с яростью, вонзает рог, растерзал его. Дарья победит Александр Македонский. Это о нем решила. И далее, у него вырастают четыре рога, то есть на четыре царства распадется. У Бога это запрограммировано. Вот сейчас Майкл Вуд проезжает по всем местам, где был в горы, где воевал Александр Македонский. У меня вот здесь, на диске. И он все это показывает. Ему должно было прийти, он пришел. У Бога еще мир не был, даже сотворен солнца, пылиных вселенной не было. Уже известно было, что приедет сюда человек, мы сегодня будем беседовать, будем говорить о таких вещах. У Бога это известно. 138-й Псалом говорит, еще я не родился, ты, Господи, знал, что у меня на языке будет. Уже написано это. Поэтому с этой позиции, если вы будете смотреть, тогда вы поймете, что я хочу сказать. У Бога это разнаряжено. Этот козел должен был прийти, он пришел. Да? Да. Он должен был прийти, этот Горбачев. Он назначен, ему назначение такое. И нам за это дело еще выпало очень такое наказание положить миллион людей, прийти ко всему этому смраду и убожеству. Гулагу прийти, это у Бога разнаряжено. Вы отступили от меня, считаем мы, вся Библия об этом говорит. И Господь говорит, я посылаю вас с Синахирима. Он будет пленять. Ну правильно, с этим я согласен. Я же расперзаю вас. С этим согласен. Знаете, кого? Не согласен только. Знаете, и размял евреев по всему миру. Да. Но потом вы соберетесь в конце мира. Да. Господь говорит, и остаток Израиля спасется. И поэтому у израильского народа особая миссия. Его нельзя проклинать. Господь говорит, благословляющий его будет благословлен. Проклинающий будет проклятый. Я каждый день молюсь об этом народе, что Бог обратил его. Они самые сегодня злые люди. Обобрали весь мир с этим обрадомящим. Но он другим не может быть. Я не могу иметь претензии ко льву, почему он жрет львенка. Он лев. Его назначили. Господь говорит, ты будешь пожирать и попирать ногами. Ему предсказано это. Ты будешь, говорит, аспидом на дороге. Дальше. 49 книга Бытие. Дальше. Дальше придет к единому. Кто эту книгу написал? Кто написал? Да. Моисей. 49 книга Бытие. Сам про себя? Нет. И что? Я читаю вам. Смотрите. Первое послание апостола Петра. Первая глава, 21 стих. Говорит так. Все писание Бога духовновенно. И писали его святые божие человеки, будучи движимы духом святым. О чем Серафим Саровский сказал. Движимы. Это Бог изрек сказал, и это должно было прийти. Должен был Николай прийти. Это если взять для неба, которые люди готовятся, это был самый лучший царь. Он никого не спрашивает. А как правитель он никудышный был совершенно. И ведь ты прав был. Но он должен был прийти. И Россия должна была зайти на Голгоф вместе с царем. Хорошо, он пришел. Он пришел. Россия взошла. Что же про эту закономерность молиться и к ней обращаться? А это не закономерность. Это наша обязанность. Может быть. Умерующих, которые... Я вас в этом не смогу убить. Я просто свидетельствую, что так написано. И я обязан молиться. Вы знаете, вот с моей точки зрения, вообще-то вот эту закономерность понимать, закономерность, что за поступок следует... Возьметь, ребят. Вот эту закономерность понимая, мы можем, может быть, остановиться. Если мы способны понять, что это зверь, а это нет, и мы вот в этом коридоре сюда не должны идти, а сюда обязаны, может быть, это закономерность. Нет закономерности. Заметьте, следующее. Если Бог, Владыка, сотворил этот мир и сказал, что истина будет сиять, воссияет везде, а Златоуст говорит, а здесь несправедливость, богатого не тает бедного, и справедливость не торжествует, невинно обрекают человека на мучения, судья берет взятки. И закончу сейчас. Это как раз лучшее доказательство, что будет страшный суд Божий. Раз не взятен, после смерти, всеобщее воскресенье, там Бог подведет общую черту. Вот здесь не сомневаюсь. И тогда справедливость восторжествует. Совершенно верно. Здесь не сомневаюсь. Но тогда нас не будет. Да. Кого-то скресет нас, и тогда все будет садить, вся вселенная. Да, потому что мы получим то, чего заслуживаем. Потому что мы пошли против природы, мы пошли против мироздания, мы вышли из своей ниши. Поэтому ни Горбачев, ни тот, ни другой не заслуживают молитвы. Заслуживают всех. Заслуживают снисхождение. Нет, это Бог решает. Нам в обязанность поставлено. Понимаете, вы не садитесь, что Бог повелевает. Молитесь за царей. Это вторая глава к Тимофею, пятый стих. Первое послание. Я вам прямо показываю, определенно где. Тут у меня... За царей, начальствующих, за всех человеков. Потому что Бог дает покаяние. Тогда, тогда... А результаты мне ждать не надо. Тогда, тогда, тогда... Значит, мы все не имеем права, мы не имеем права иметь никакой точки зрения, или эмоциональной точки зрения на коммунистов, на преследователей, на дегенератов, на убивцев. И на точке зрения мы не имеем. Не имеем, мы опять не права. У нас есть Библия, мы все рассматриваем во свете Библии. И мы, видя преступника, мы говорим, Господи, останови это безумие. Мы обязаны иметь свою точку зрения. Она должна быть во свете Библии. И когда выступают люди, вот я смотрю, выступает патриарх. Я разбираю у себя Алексея, Кирилла. 60 вопросов. Из них он только два отвечает правильно. Только два. А остальное он крутит, вертит и не знает. Хорошо. Саробрящевского, Корнилия разбираю у них, Петрополиня. Ну, вопросов пять правильно отвечает. Все. Андрея Кураева разбираю, Козлота. То самых известных деятелей. И показывает во свете Библии, как это выглядит. Они Библии не знают. А Библия это мнение Бога. Что Бог говорит, думает о нас. И как? Он должен... Вот я вижу несправедливость. Он говорит, это дверь. А что должен? Я молюсь. Господи, обрати его. Когда Давыд вышел с Голиафом и попал камнем ему в лоб. Да. Златоуст говорит, а был другой вариант. Какой? Помолиться, чтобы Голиафа Бог сделал близким Израилю. И теперь его перетащить в свою сторону и направить против филистимлян. О! Вот это был бы гений. А обратиться или не обратиться от меня не зависит. Я молюсь не то, чтобы ребенок умер. И не то, чтобы он выздоровел. А я прошу Господи, да будет воля Твоя. Как тебе угодно. Брат у меня уехал сейчас в Барнауле. Мой родной брат. Еще. Я молюсь, Господи, если тебе угодно, сохрани его. Алло. Если тебе угодно. Он летит из Америки. Летел на это... Сейчас у них там собор был. По объединению который был. Он как раз депутатом был туда. Сюда, куда? Я молился. Господи, если угодно тебе, верни его домой. Мы нашу беседу продолжим. Одну вещь хочу сказать. Так как вы имеете прямое отношение между зарубежными, русской церкви. Такое полгода осталось. Всего? Все. Нет, пять лет закончил. Дальше они не знают, что с нами делать. Обычно разошлись по другим юрисдикциям куда-то. Или ушли. А мы никуда. Мы какие были, так и остались. Два всего прихода, такие на всю Россию. Мы никуда не двинулись. То есть мы против объединения. Но мы сказали, какое будет принято решение, мы согласимся. И стали об этом молиться. Господи, смирись, чтобы мы не забунтовали. Потому что объединяется с этой патриархией продажей. Она вся коммунистическая. Это пятый отдел КГБ. С ней невозможно. Тут с вами согласиться никто не может. Я-то еще какой-то другой. Я не перехожу грань. Когда говорят, она безблагодатная, там Бог не действует. Он благодатный. Сейчас приехал патриарх. Я подойду к нему, поклонюсь, попрошу благословения, но все ему выскажу. Я знаю эту грань, которой нельзя переходить. Это какая? И, допустим, медведь, медвепут, называть его там Митька, я не буду. Я его назову, Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, проходите. Но я вам тут расскажу все, как есть. И честь я должен оказать ему как правителю, поставленному для этого. А он не такой, он разбойник, он ограбил всю страну. Это я знаю не хуже вас. Для России считается последний мирный год. Следующий год ее делят уже по частям полностью. Гарвардский проект заканчивается. Очень хорошо. Америка, которая к Китаю относится. Больше уже двух миллионов гектаров земли продано полностью. Больше 15 миллионов китайцев уже живут официально. Весь Восток пустой. Такие земли Бог дал людям не оценили. Я предложение сделал уже в интернете. Почему бы не предложить японскому народу, каких-то там 180 миллионов, не предложить им здесь место жить. И пусть они принимают гражданство. Гражданство принимают. Своя какая-то там, ну, автомомия, как Чечня или что-то. Живут и починяют. Такой трудолюбивый народ. Сколько бы они освоили. А острова эти, как... Даже Жириновский об этом говорил. А то просто ездить смотреть, там что там есть. Я как русский патриот. Как русский патриот. Не будучи русским человеком. Не просто возражаю против того, что вы сейчас говорите. Я возражаю глубоко и пылко. Скажу почему. Потому что это наследие дедов, прадедов и так далее. Япония, Китай, Китай, тот этнос, которого мы не знаем. Добро у меня стихотворение есть. Отдайте Шикотан и Кёнигсберг отдайте. Пока не поздно. Нас никто не осудит. Все равно отнимут. Но если бы мы добровольно сейчас собрались и скитали, сказали Китай, один миллиард, поселяйтесь вот до такого-то. И японцы, земля Богу принадлежит не нам. Это другой вопрос. Но тогда... А при нем жить негде в три этажа живут. Вот тогда вся земля принадлежит Богу. Именно так. Но если эта земля принадлежит Богу, а Соединенные Штаты, которые являются оккупационной территорией, принадлежат не индейцам, местным жителям, а европейцам пришлым, значит вы этим самым поощряете экспансию. Нет, не поощряю. Больше того, рабство, больше того, оккупацию. Вот если мы все вместе договорились, что да, границ нет, земля не наша, мы ничем не пользуемся, вообще собственности нет, как таково. Все донос. Вы же, мы всего лишь жители. На короткий миг. И ничего нет. Это понятно. Но выяснится, что Россию мы отдали. А я отберусь на подошел. Одну секундочку. Стоп, стоп, стоп. Ну, легко отдаете. Россию у нас сдали, а Соединенные Штаты, Курция, которая съела там, где культуры, византийские, армянские, да? Значит, все остальные, англичане, колонизаторы, которые гнобили весь мир в течение вообще трех столетий. Все они, вы попробуйте им сказать. Ребята, вы были неправы, когда вы там захватили то, другое, третье. Покайтесь. Вы что? Вы что? Вам англичане спорят, кишки вообще достанут. Как вы их славную историю смогли вот так выглизить, бульгаризировать? Вот как папа перед всеми принес прощения, попросил прощения перед евреями за все. Что сделали? За инквизицию, за все. Вы знаете, это очень легко. Когда все православные не принесли покаяние. Когда все уже сделано. А на нас такого греха нет. Они, извините, метели весь мир уже сколько веков это делали. Ты до сих пор счастлива? Нигде таких тысячекилометровых пространств, пустоши нету. Нигде с землей... Не потому что нету. Да нету, вырождается народ. Потому что не холодно. Жить не... Каждый год на миллион убывает, дорогой мой. Скажите, пожалуйста. Значит, вот русские... Чтобы восстановить, нужно каждой семье сегодня не меньше 8 детей. Выясняется, что я больше русский. Не меньше. Значит, смотрите. Значит, смотрите. Русские люди живут в европейской России. Доходят до Тихого океана. По пустой территории практически. Никто здесь особо не жил. Маленький народ сидит у кое-где. Японец, который жил там, рядом, с Дальним Востоком. Чего на один шаг не сделал. Из своей этой Японии не вышел на этот Владивосток. Зачем эти рассуждения-то? Сегодня беда. А почему тот... Вы хотите сдать сегодня им то, что им вообще-то не очень принадлежит. Да и нам-то это не принадлежит. Иначе бы мы с землей так не обращались. Это другой вопрос. Полежайте в Крупцовске. Уже за 30 километров одна свалка идет и идет и идет к конца людей. Давайте воспитывать своих людей. Не воспитываешь. Это пьянь. Спившаяся нация. Слушайте, ну зачем вы русских людей так... Да не русские, нет. Одна пьянь. Людей-то нету фактически никаких. Вы знаете. Вы зайдите в интернет, посмотрите. И выступает не кто-то, а приближенный к патриарху Дмитрию. Вы знаете, я армяин. Считаю. По Карабаху вчера как раз собирались в Казани. Да, вот там еще одна подлянка идет. Значит, я считаю, что... Вот говорю на духу, не потому что мне хочется вам понравиться. Я считаю, что этот народ удержался. Он пьющий, такой-сякой, третий-десятый, да, все грешны, да. Но это, понимаете, тот народ, который выносит такие перегрузки. Так он при всем в общей своей массе, не в преступность, не в какую-то, понимаете... Слушайте, советский народ, это великий народ. Великий народ. Вы только французу скажите, что ты эту сигарету, которую ты куришь, каждый день не курить, да кому-то, извините, эгоист, он вам спорит кишки. Ну, что это христианин, он спорит кишки. Я говорю о христианин.